Мануэль Ван Логем. Фигурное шоу. Фансифак. Фантастический рассказ. Едва приметная выпуклость на груди у пассажиров синей стандартной одежды на третьем ряду городского поезда выдавали в нем женщину. Большинству женщин удавалось скрыть признаки пола настолько, что их невозможно было отличить от мужчин, но время от времени встречались и такие, которые не могли полностью скрыть природные черты тела. 1Бреро ощутил легкое волнение. 3Зрелище скрытых грудей подействовало на него возбуждающе, хотя он сам и не мог определить свои чувства. 2Он сообразил, что слишком долго рассматривает женщину и поспешно отвернулся. 0Когда он еще раз посмотрел в ее сторону, он заметил, что она в свою очередь разглядывает его. 9Поезд остановился с пугающим шипением. 9Бреро не любил этот звук, но причин отвращения не знал. 9Он ухитрился пробраться ближе к женщине. 2Она почти незаметно улыбнулась. 9Толпа прижала его к ней. 0Ее тело не выразило сопротивления, как бы случайно, Бреро коснулся ее грудей. 9И опять он не понял своих побуждений. 9Женщина на мгновение задержала его ладонь. 9Это могло оказаться случайностью, но когда Бреро взглянул ей в лицо, он догадался, что она сделала это намеренно. 9Вместе они вышли из поезда. 9И опять будто бы случайно они пошли вместе в одном направлении. 9- Вы тоже идете на состязание? 9- спросил Бреро. 9- Да. 0По дороге к стадиону он не мог удержаться от взглядов на ее груди, на слабое движение сосков под туго натянутой материи 5комбинезона. 9- Я, Бреро, генетический номер в 3293, – представился он. 4Она улыбнулась, но ничего не ответила. 5Это было очень необычно. 0Этикет требовал, чтоб она сказала свой генетический код, после того как он назвал себя. 9Вместе они прошли сквозь гигантские ворота стадиона, прокомпостировали свои билеты в турникетах и присоединились к толпе 3зрителей собравшихся посмотреть состязание. 9Время от времени, в толпе зрителей их прижимали друг к другу и каждый раз женщина как будто пользовалась случаем дать ему 5почувствовать упругость е, тела под грубой материей одежды. 9На поле уже разминались несколько пар. 9Зрители следили за ними с равнодушием. 9Бреро сел и навел свой увеличительный аппарат на молодую парочку, которая привлекла его внимание своей грациозностью. 9Теперь он видел, что они очень молоды. 9Девушка демонстрировала небольшие груди, которые едва подрагивали в течение простого акта копуляции. 9Бреро снова ощутил приятное возбуждение в паху. 5Он взглянул на женщину на соседнем сиденье. 9Она словно читала его мысли. 9Она улыбнулась и кивнула. 1Мужчина в соседнем ряду нагнулся к своему соседу, вероятно женщине, судя по чисто гладкому лицу слегка монгольского типа и по 9маленькой спортивной фигурке. 9Бреро не был знаком ее тип. 9Возможно, это был последний эксперимент. 9Отцы генетики все еще искали наилучший вариант, который бы исключал все нежелательные свойства, 9которыми все еще обладали новосозданной расой. 9- Завидую вам, – сказал толстый мужчина свой с соседки. 9- Я набрал слишком много веса, столько, что черт побери. 9Едва могу вставать. 9Какая жалость, что нельзя выбирать желаемые характеристики еще до рождения. 9Это всегда как повезет, какое тело тебе достанется. 1Или невезение, как в моем случае. 1Хотел бы я происходить от лучшего семени. 9Соседка толстяка пожала плечами. 9- У каждой расы свои преимущества. 9- Наверное так. 0Но почему они не выращивают только наилучший сорт? 9- У них свои причины. 1Толстяк был видимо шокирован, сообразив, что он заш… л слишком далеко. 1Он встревоженно огляделся, но окружающие были явно заняты происходящим на поле. 9Никто не показывал ни малейшего желания связывать себя с неудачными и неожиданными репликами толстяка. 9Все знали, что методы селекции не были еще совершенны. 9Странные и непредсказуемые качества могли возникнуть в любом возрасте. 9Всеобщим знанием было и то, что отцы-генетики время от времени выращивали отклонения от нормы, 5по причинам никому не понятным. 9Это могло быть сделано ради эксперимента в селекции. 9И всеми молчаливо принималось, что эти темы лучше не обсуждать. 9Толстяк разуверенный в своих страхах явным безразличием окружающих, открыл банку с пивом и одним духом проглотил ее 1содержимое, могуче рогнув. 9Это зрелище вызвало в Брюро отвращение и он вернулся к полю, где оставалась только одна парочка. 9Мужчина гладил груди женщины округлыми вращающимися движениями и одновременно просунул другую руку между пьдрами. 9Ева-пенис медленно распрямлялся. 9Брюро запаниковал. 9Он закрыл глаза. 1Он вспомнил репрессивные упражнения, когда ему было пять или шесть лет. 9Все они стояли в одной шеренге, нижняя часть тела открыта.показывались фотографии ногих женщин и парочек, 9а за ними голографические картинки возбужденного члена. 9У всех во рту была пилюля. 9- Сейчас! 9- раздался голос в громкоговорителе. 9Только теперь они проглотили пилюлю. 9Как только их жалкие члены начали распрямляться, они ощутили жгучую боль, которая прекращалась только после того, 9как эрекция пропадала. 9Еще должны были быть упражнения по исправлению поведения, но Брюро не преуспел в попытках их выполнить, хотя он чувствовал, 9что они спрятаны где-то в глубинах его мозга. 9На поле вышло несколько пар и среди них известные спортсмены, хотя и не выдающиеся. 9Спринт, в котором они участвовали, представлял мало возможностей для разнообразия и был не слишком популярен среди зрителей. 9Парочка, которая достигла одновременного оргазма первой, победила. 9Далеко видные, датчики оргазма на поле, показали момент кульминации оргазма. 0Зрители сдержанными криками чествовали победившую парочку и потом поле некоторое время оставалось свободным. 9Зачем я пришел? 9- спросил себя Брюро. 9Он редко ходил на соревнования. 9Он даже недолюбливал дух соревнований. 7Толпы жадных болельщиков капуляционных соревнований пугали его. 2Эти пассивные массы, в своей обыденной жизни промышленных работников и покорные правилам заложенным в них отцами и генетиками, 9часто проявляли неуемную жестокость, когда смотрели представления заурядных участников. 9На больших предприятиях билеты разыгрывались по жребию. 9Брюро выиграл на этот раз и пришел. 0Ему и в голову не пришло, что он мог бы остаться дома, он словно повиновался тайному приказу без слов. 9Он перевел увеличитель на участников только что начавшегося фигурного шоу. 9И из-под воли он покосился на свою спутницу. 9Она улыбулась и коснулась его руки, тут же отдернувшись, как будто она коснулась случайно. 0Любовный балет, быстро меняющаяся мозаика фигурного шоу, оценивавшаяся по скорости, глубине проникновения, 9богатству движений и оригинальности позиций телефон. 9После шоу поле снова опустело. 3Трибуны зрителей оставались непривычно тихими, все ждали события дня, коэтус-марафон. 9Женщина с монгольскими чертами, которая вполне могла быть создана как бесполое существо, снова обратилась к соседу. 9Она заговорила так подчеркнуто, что было ясно, что она хотела, чтобы ее слова слышали окружающие. 9Отцы генетики знают что они делают. 9Ведь как было в прошлом? 9Люди размножались через половые сношения. 9- Это замечательный спорт, – сказал мужчина горячо. 5- Это очень замечательный спорт. 1- Да, спорт хорош, я согласна с вами, – ответила женщина. 9- Но ничего более и только для тренированных и избранных профессионалов. 7В прежние времена сношения были единственным средством размножения нашего вида. 9Каждый теперь знает последствия, хаос, человечество находилось на границе аннигиляции. 0Наиболее низшие представители человеческой расы, уроды и кретины были в изобиле. 9Ненависть и убийство, эгоизм и ревность, правили миром и привели к пропасти все уничтожающие войны. 0Кто спас человечество? 0- Отцы генетики! – выдохнули слушатели, полные подобострастного уважения. 0Страх, который Бреру чувствовал весь день и пытался подавить усилием воли, вырвался из-под контроля. 0Он содрогнулся и стиснув кулаки, хватал воздух ртом. 0Постепенно он успокоился. 0Но от страшного подозрения он не мог уже отмахнуться. 0Последнее время он провел из-за этого немало бессонных ночей. 2Он знал, что отличается от своих друзей, товарищей по работе, случайных знакомых. 2Женщина опять прикоснулась своей рукой к его локтю, на бесконечно малое время дольше, чем прежде. 8Это помогло восстановить ему внешнее спокойствие. 2Он получил свое образование ребенком в одном из общественных домов и был затем избран для работы на заводе. 9Но он знал, что не пригоден для этой работы. 9Он слишком много переживал. 9А иногда испытывал одиночество или непонятное беспокойство. 9Ему не нравилась моральная атмосфера на заводе и он уклонялся от слишком тесных связей с товарищами, 6пропагандируемых как желанный образ жизни. 2- Общество твоих друзей есть твой настоящий дом, – гласил лозунг. 0Бреру не сомневался в этом, но тем не менее оставался в стороне. 9Он снова услышал голос женщины с монголоидными чертами. 9- Мы размножаемся от лучшей генетической породы. 1Таким путем создаются наилучшие слуги, управляющие, служащие, администраторы или инженеры согласно установленных 8стандартов. 9Среди нас нет больше ненависти, зависти, нужды к более лучшей жизни или обладанию вещами. 9Каждый счастлив на своем месте, потому что он рожден именно для этого. 0А если случайно остаются в нас отголоски животного прошлого, мы можем очиститься от них в состязаниях. 9Отцы генетики, в своей мудрости, предусмотрели такую необходимость. 0Лучшая сперма для лучшей материи роженицы обеспечивает лучшее общество. 9- Лучшая сперма для лучшей материи роженицы, – эхом отозвалась толпа Эбреру вместе с ней. 9Глубоко запавшая последовательность слов всплывала в памяти при малейшем побуждении. 9Но теперь он не склонил голову как остальные, когда услышал священный лозунг. 9Он взглянул на женщину, пришедшую с ним и заметил, что ее губы не движутся. 0Пронзительный звук гонга проплыл над полем и голос ведущего объявил начало наиболее важного события дня. 9Тишина ожидания заполнила трибуны и каждый зритель включил свой увеличитель. 0Мужская половина первой пары вошла в тщательно размеренном ритме. 9Послышался возмущенный гул трибун. 9- Чересчур осторожен! – заорал толстяк. 9- Так можно часами. 0Но это не спорт. 9Новые пары ложились на поле. 9Между ними двигались рефери, наблюдая за правилами. 0Но табло зрители могли видеть степень возбуждения, помехи оргазму, скорость качания каждого участника. 1Время от времени с поля удалялись пары, члены которых больше не могли выдержать физического напряжения. 9Зрители провожали их единодушным свистом. 9Страх опять вернулся к Брюру. 9Мгновение он попытался подавить в себе боль неизвестного желания, но собрался. 5Он выразил, что победа опять окажется временной и что это опасное желание нельзя больше подавить. 5Оно будет продолжать таиться, готовое возникнуть при малейшей провокации. 9Он отвлекся от происходящего на поле, погрузившись в собственные мысли, 9смутные представления выплывавшие из неизвестных глубин его сознания. 9Возбужденные крики толпы вырвали его из полумечтательного состояния, матч был окончен. 9Он поспешил к выходу и был одним из первых у ворот. 9Только здесь он решился оглянуться. 7Женщина была рядом. 9На улицах не было еще оживленно, но Бреру заметил небольшие группки людей на каждом углу, 9явно полицейских в штатском. 9Их неподогнанная одежда делала их более зловещими, чем если бы они были в форме. 9Женщина ускорила шаги, словно почувствовала опасность, которую Бреру еще не осознал. 9Он машинально пошел быстрее, чтобы не отстать. 9- Как твое имя? 9- Спросил он. 8- Жанна. 9Ее короткий ответ наполнил его неловкостью. 9- А твой генетический код? 9- У меня нет кода. 9Его страх получил подтверждение. 9Она была должно быть из природы рожденных, о которых ходили слухи, как о несчастных существах, 9которые влачили свое существование где-то на окраине едва заселенных областей. 9Большинство из них было выслежено и уничтожено. 9Немногие выжили, ведя животноподобный образ жизни, управляемый эмоциями, 8которые у них непрестранными усилиями отцов-генетиков были вытравлены из души давным-давно. 9Пророды рожденные были агрессивны и опасны для отлаженного механизма селективного общества. 9Не факт, что его притягивала симпатия к природе рожденные усилия ужас Брюрода невыносимой остроты, а сознание, 9внезапно интуитивное, что он также принадлежит им. 9Последний год он часто сомневался в своем происхождении. 0Намеки не только недавнего поведения и чувств, но и сохранившиеся в сновидениях с детских времен, стали чересчур явными, 9чтобы ими пренебречь. 2Женщина заговорила. 9Брюрод осознал, что она впервые обратилась к нему прямо, 9- Ты помнишь свою мать роженицу? 9- Нет. 9- Разве это не показалось тебе странным? 9- До последнего времени я над этим не задумывался, хотя большинство моих друзей детства помнили своих матерей и рожениц. 9Некоторые гордились ими. 1Мой лучший друг рожден одной, произведшей на свет более сорока детей от хорошо известной высококачественной спермы. 9Мы все завидовали ему. 9Но среди нас были и такие, кто не помнил. 9Это не так уж необычно. 4- Но разве тебе не хотелось встретить мать? 1Прежде чем Брюрод успел ответить, она неожиданно схватила его за руку и втянула в дверной проем. 9Через несколько мгновений мимо промчался патрульный вездеход. 6Брюрод удивился реакцией Жанны. 9Возможно, у нее развито чувство опасности, закрепленное опытом. 9Он предположил, что она должно быть из тех природорожденных, которые жили в городах и до сих пор скрывались, 9выжидая подходящего момента излить свою врожденную агрессивность и ненависть против угнетателей. 9Болезненное осознание, что он и сам один из них, почти лишило его силы идти дальше. 9Он знал, что ожидалось от него, видев в прошлом множество соревнований по телевизору, 0показывавших верный процесс ласки и наиболее удовлетворяющим последовательность движений для обоих партнеров. 9Вослепительно в вспышке были смятены все его чувства, наполнив все тело всепоглощающей белизной, 9последовавшей за тем глубоким и темным комфортом, пропитывая его блаженством, какого он никогда не знал. 9Он увидел Жанну подле себя, глубоко дышавшую и счастливую. 9- Что, это в первый раз? 9- спросила она нежно. 9Он кивнул. 9- Теперь ты знаешь, кто ты есть? 9- Да, природорожденный. 9- Когда ты впервые почувствовал это? 9- Мне однажды приснилось, что я сосугрудь матери роженицы. 9- Но ты сказал, что не помнишь е… 9- Верно, но она мне снилась. 9Когда я проснулся, я испугался. 1Нас учили, что только животные, мыши, кролики, обезьяны вскармливают своих детенышей молоком, но не люди. 9Кроме природорожденных, разумеется. 7С этого времени меня постоянно преследовал страх. 9Но как я мог здесь оказаться? 9Ее голос был мягок и нежен, словно она хотела приласкать его словами. 9Когда маленькая группа угнетателей, которая назвала себя отцами и генетиками, захватила власть, 9была уже изобретена техникой искусственного осеменения. 9Были созданы большие запасы высококачественной спермы. 9Когда оказалось, что с помощью этого метода можно сохранять уровень численности на стабильном уровне и добиться любых типов 5людей, то немногие оставшиеся после большой войны, сохранившие верность традиции, стали преследоваться и уничтожаться. 9Горечь слов контрастировала с нежной мелодией е… голоса. 9Почти материальная ненависть сбилась в горле Брирукомом. 9Он помнил всю эту сладкую ложь отцов-генетиков, пропаганда, звучавшая в программах с раннего детства. 9- Того что у тебя есть, достаточно для того, что ты хочешь и кто-то есть. 8- Избыточность меньше чем умеренность. 2И дальше, отцы-генетики миролюбивы, они не знают ни ненависти ни зависти. 9- Мир селкции, есть рай созданный… 9Но с этого момента, когда голос Жанны всколыхнул глубины его памяти, эти лозунги потеряли над ним власть. 9Бездушный, повторяющийся ритм, усиливающий воздействие лозунгов, превратился в далекое прошлое. 9Он проговорил их вслух, изумленно слыша свой голос с бесстрастным любопытством. 9- Вот этому они учили меня, – произнес он с улыбкой. 9- И я верил. 9Забавно? 9- Они трусливые безжизненные существа, – резко ответила Жанна. 5- Наши селектированные китайские болванчики. 9Они не знают любви. 9Все, чем они обладают, это отвратительные игры, потому что их хозяева еще не смогли вытравить остатков чувств. 9Правители намеревались прекратить матчи после того, как они отслужат свое, но люди оказались зараженными привычкой. 9Они даже пристрастились, вот почему отцы-генетики, которые вовсе не дураки, позволили играм продолжаться, 1как мера борьбы против того, что они называют грехом. 9Это усиливает марионеточную послушность их народа, и сохраняет отцов-генетиков и власти. 9Вот почему они боятся нас. 9Нами, природорожденными, невозможно так манипулировать, как им хотелось бы. 9Мы успешно противостоим их попыткам мозговой чистки. 5Потом она рассказала ему о себе, когда отцы-генетики захватили власть, и установили свою репродуктивную систему общества, 6они не смогли уничтожить всех приверженцев традиции. 2Большинство из них перешло на нелегальное положение в новом селективном обществе. 9В начале эксперимента их невозможно было отличить от остального человечества. 9Они могли покидать дома, бывать на улицах и даже работать, имея фальшивые документы. 9Они получали необходимую помощь от тех, кто добивался значительных постов в обществе. 9Дети, рожденные в потаенных местах, помещались в дома симпатизирующих материи рожениц, 9которые регистрировали их наравне со своими детьми. 9Ты являешься одним из них. 9Она погладила его руку и одарила страстным поцелуем. 9- Это то, что они называют грехом, – сказала она нежно. 9- Грех и ненависть, – ответил Брюру. 9- Что ты хочешь сказать? 2Ярость в ее голосе ошеломила его. 1- Это часть урока. 9Грех и ненависть породили упадок прежнего общества, во время правления природы рожденных. 9Они переплетались. 9Этому нас учили. 0Грех и ненависть привели мир на грань исчезновения. 9Когда ты сказала, грех, я лишь добавил недостающую часть. 9Это сила укоренившейся пропаганды. 9Мне многому придется разучитываться. 9Она лежала теперь совсем рядом с ним. 0Когда она заговорила снова, ее голос словно повторяя заученную лекцию звучал монотонно, 0- Большинство сумело избежать гибели. 9Они основали новое общество в горах, куда не сможет пройти безнаказанно никто из наших врагов. 1За эти годы мы обрели силу, выучили армию, имеем превосходное оружие, готовые отдать жизни за наш народ. 9- Для чего? 5- Чтобы взять власть. 9- Невозможно. 5Отцы генетики слишком сильны. 9- Мы сильнее. 0Непоколебимая уверенность в ее словах убедила его. 9- Откуда ты все это знаешь? 0- Я была в лагерях. 1Мне рассказали правду. 1Они послали меня обратно искать таких, как ты, кто поможет нам, когда придет время нашей армии выступать. 9- Тебе также поручили просвещать нас? 9Вместо ответа она обняла его с таким порывом и нежностью, что Брера не успел разобраться во внезапно прихлынувшей к нему 5печали. 2На улице его охватило сильное желание взять Жанну под руку и только сделанное им над собой усилие помогло воздержаться от 2этого опасного жеста. 9Жанна в немнущейся униформе снова выглядела как и все остальные. 0Она спрятала свои длинные волосы под шапочку, а ее, груди были спрятаны под накрахмаленным лицом лучше, 9чем во время их первой встречи. 2Брера подозревал, что она демонстрировала внешние признаки пола тогда с намеренностью. 9Они шли с величайшей осторожностью. 4По-прежнему было слишком много патрулей. 0Встречавшиеся прохожие явно нервничали. 9Внезапно Брера заметил бегущую группу. 0Мимо бесшумно промчалась патрульная автомашина. 9Жанна потащила Брера за руку к ближайшему крыльцу, но внезапный испуг парализовал все его тело. 9Он споткнулся и упал. 9Мгновение она колебалась, затем заметив приближавшихся полицейских, исчезла в подъезде жилого небоскреба, где, 9уже трудно было обнаружить в лабиленте сквозных коридоров и комнат ячеек. 9Брера втолкнули в один из фургонов. 9Внутри было темно. 9Только по слуху он мог определить, что внутри есть и другие арестованные. 9После недолгой езды фургон остановился. 9Всем завязали глаза. 9Когда с него сняли повязку, Брера находился в небольшой комнате, похожей на мини-лабораторию. 9На стене размещались приборы и инструменты. 0Низкий непрерывающийся гул наполнял помещение, тихий и настойчивый, влияющий на сердцебиение. 9Психическое напряжение возросло настолько, что Брера почувствовал, что ему пора перестать себя сдерживать. 9Ему хотелось кричать, ломать блестящие инструменты на стенах, но лишь только он начал стонать, 9как дверь открылась и низенький человек вошел легкой летящей походкой. 9Его лицо было поразительно гладким и хотя было точно ясно, что он мужчина, не было видно никаких признаков бороды. 9Брера пришло в голову, что он часто уже видел подобный тип людей в последнее время. 9Он припомнил женщину с монголоидными чертами, которая так яростно защищала мудрость отцов-генетиков. 9Он подумал, возможно, это начало человеческой расы будущего, прошедших такую селекцию, что уже не будет половых различий. 9Хотел бы я знать, на что похожее тело. 9Он вздрогнул. 9Неожиданно в комнате появилось изображение мужчины и женщины во время полового акта. 9Брера заметил, что измеряющие датчики на стенах активированы. 9Он сразу же понял значение всего этого. 9Измерялась степень его возбуждения, которая была присуща свободорожденным. 9Он понял также, что любые внешние признаки могут стоить ему жизни. 9Его сердце забилось. 9Он ощутил опасное тепло внизу живота и заметил как дрогнули датчики. 7Воспоминания прихлынули к нему. 7Детские воспоминания об уроках подавления эротизма. 9Он ясно припомнил наказание, связанное с определенными картинами, горький вкус пилюль, вызывающий тошноту, 9безжалостный вкрадчивый голос, проникающий в глубины мозга, впечатывающий заповеди, которые теперь, через несколько лет, 7помогли справиться с опасностным возбуждением. 9Напряжение спало, сердечный ритм выровнялся. 9Он увидел, как стрелки приборов вернулись в исходное положение. 9Вскоре он был отпущен. 1Он все еще чувствовал себя ошеломленным. 9Потом глубокое отчаяние охватило его. 0Исчезновение Жанны оказалось болезненным для него, и эта внезапная свобода не принесла ему облегчения. 9Несколько часов он бродил по улицам вокруг места, где они расстались, надеясь, что и она в свою очередь будет искать его там. 9Только с наступлением темноты он позволил себе осознать, что она уже не придет. 9Он настолько отчаялся, что рисковал быть задержанным опять. 9Патрульные автомобили пролетали мимо, взвизгивали сирены, виделись вспышки лазера, 9и над улицами висел сладковатый запах горелого мяса. 9Бреру настолько погрузился в свои переживания, что считал окружающую его суматоху естественным фоном для своего отчаяния. 9Лишь только когда он добрался до раскинувшегося здания, которое фабрика где он работал, построила для своих рабочих, 9он сообразил, что вся эта суматоха могла свидетельствовать, о том, что известный ему мир находится на грани катастрофы. 9Он любил Жанну. 9Он знал это слово из старых книг, но лишь сейчас понял, что оно означает. 9Его собственное тело являлось продолжением ее и ему недоставало Жанны как части самого себя. 9Любить, значит отдать себя без остатка, – подумал он. 9- Ничто не может с этим сравниться. 0Любовь заставляет людей забыть эгоизм. 0Она смысл, и оправдание жизни. 4Он чувствовал, что через силу этой любви готов пожертвовать своей жизнью ради Жанны. 9Он безрассудно отправился к жилому корпусу самым коротким путем. 0В длинных коридорах, куда выходили двери сотен комнат, было на удивление тихо. 0Когда Бриро зашел в свою комнату и зажег свет, он увидел в углу Жанну. 0Она не шевельнулась. 9Информационный вестник бурлел в изображениях. 9Бриро поцеловал Жанну в волосы и тоже стал смотреть. 0Диктор известий был маленький гладкий человек с невыразительными чертами лица и высоким пронзительным голосом. 9Большинство природорожденных, которые проникли в наши города, выявлены и уничтожаются. 8Ситуация находится под контролем и нет никаких оснований для беспокойства… 9Бриро опустился на колени и крепко поцеловал Жанну. 9Она тесно прижалась к нему. 9Он не стал спрашивать, как она попала к нему, как узнала где он живет и почему она рисковала своей жизнью, поджидая его, 0но она ответила на его невысказанный вопрос, что я внезапно поняла, что люблю тебя. 9- Ты знала, что я вернусь? 7Она задумалась. 2- Нет, – сказала она. 9- Тогда почему ты пришла? 9- У меня была крохотная надежда, что они выпустят тебя. 9Но если бы их приспешники убили тебя, тогда… 4Она замолчала. 9- Тогда что? 5- Я отомстила бы за тебя страшным образом. 9Эта внезапная ненависть в ее голосе поразила его меньше, чем в прошлый раз. 4Теперь это говорило о ее любви. 1Снова на телеэкране появился диктор известий. 7Его голос звучал еще более возбужденно 1- В столице несколько зданий оказались заняты природорожденными. 0Оснований для беспокойства нет. 9Полиция контролирует все важнейшие пункты. 9Жанна поднялась на ноги. 9- Это обусловленный сигнал. 8Всеобщее восстание уже началось. 9Мы должны прийти им на помощь. 9Это искусственно созданное общество бессильно против наших объединенных усилий. 0Оно предназначалось не для борьбы. 9Когда они вышли из здания, улицы были полны бегущими в разных направлениях группами. 9Патрули исчезли. 9Вдали слышался глухой грохот и время от времени за зданиями вспыхивали зорницы. 9Багровый отцвет распространялся в вечернем небе. 9Жанна взяла Бриро за руку. 9Цеустремленно пробирались они сквозь толпы людей. 0Немного погодя на улицах стало свободнее. 9Жанна продолжала держать Бриро за руку. 9Теперь она ни за что не оставит его в опасности. 0Любовь была сильнее, чем страх смерти. 0Любовь возвысила природа рожденных с животного прошлого до высочайших вершин гуманизма. 9Любовь, – подумал Бриро, – творит из нас богов. 9Они очутились в огромном зале, где собрались природы рожденные. 9Бриро был поражен, увидев их всех вместе, самых различных размеров, цветов и форм. 1Он привык к безликой стандартности. 9Завалились толпы вооруженных солдат. 9Крупный, решительный мужчина вспрыгнул на платформу. 9Его голос раздавался в зале эхом, 4- Мы уничтожим врага. 2Никого не оставим. 9Отвратительные существа генетического эксперимента должны быть уничтожены. 9Что касается тех, кто преследовал нас, мы им жестоко отомстим за все то, что мы претерпели от них. 9Толпа стала скандировать… 9- Месть! 9Месть! 9Бриро увидел, что Ижана охвачена всеобщим неистовством. 9Он обнял ее за плечи. 1Он ощутил каждой клеточкой своего тела родственную связь с окружающим. 9Вместе со всеми он кричал. 2Внезапно появившаяся жажда любви сопровождала видение крови и смерти, вызванное всеобще разгоревшейся ненавистью. 9И потом он увидел приближавшуюся группу своих новых товарищей. 9Они приняли Жанну и его, за врагов, и за их одежды. 9Он увидел в их глазах ненависть к себе. 9- Мы с вами! – выкрикнул он. 1- Мы тоже природорожденные! 9Он перестал кричать лишь тогда, когда его череп разлетелся на куски.